Добрый день! Мы продолжаем с вами разговаривать о запасных частях и комплектующих деталях штукатурных станций. Сегодня я готов вам показать маленькую, но очень важную часть под названием насадка для штукатурного пистолета-распылителя. Насадка для штукатурного пистолета-распылителя бывает или пластиковая, или алюминиевая. Пластиковая, к сожалению, я вам показать не могу, есть только сегодня алюминиевая. Бывают, делятся эти насадки по углу, по градусу. Есть они прямые, есть под 45 градусов и есть по 30. Вот эта насадка под 45 градусов. Она пользуется основной популярностью. Почему? Потому что с трубкой позволяет работать и наносить штукатурные смеси на стены, на высоту под самый потолок. Нет необходимости ставить леса. Как мы видим, вот здесь есть у нас резьба, куда закручивается трубка пистолета-распылителя. От данной резьбы происходит фиксация воздушной трубки и, соответственно, сюда крепится у нас насадка-пульвизатор. Выглядит в сборе насадка вот так уже. Как мы видим, вот этот болт у нас позволяет зафиксировать трубку и провести ее регулировку. Если вам интересно узнать, как производится регулировка и как она правильная, пишите, с удовольствием вам об этом расскажем в отдельном материале. Затягивается, сюда уже фиксируется у нас с вами насадка. Насадка-пульвизатор делится по диаметру вот этого выхода. Вот это вот 10 миллиметров, 12 миллиметров, 14 миллиметров. Есть еще 16 миллиметров, к сожалению, тоже и не покажем сегодня. Есть еще 18 и 20, но это совершенно для других пистолетов-распылителей, которые работают на штукатурных станциях для цементных смесей с большей производительностью. Очень легко меняются. Зачем различного диаметра, тоже с удовольствием вам расскажем в следующем посту. Если вы попросите, пользуйтесь качественными деталями, качественными частями и у вас будут хорошие работы, хорошие ровные стены. Успехов вам в работе!